Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на торговой сессии вторника. Снова мы на финансовых рынках и, как и всегда, продолжаем говорить о новостных событиях, о фундаментальных триггерах и катализаторах рынка, из-за которых наши традиционные для спекуляции инструменты приходят в движение. Мы начали эту неделю с констатации факта роста геополитической напряженности в мире. Это так, друзья, этот главный фундаментальный фактор никуда не девается. Мы по-прежнему следим за тем, как развиваются отношения между США и Ираном, США и Ближним Востоком. Это тот самый фонд, который провоцирует уже то, что трейдеры перекладывают свои капиталы в защитные инструменты. Вы все прекрасно видели в плане динамики и американских долговых бумаг, трейджерис и динамики франка, иены, ну и золото. Это, конечно же, также отдельный актив, на который мы делаем сейчас ставку, потому что, в отличие от прочих инструментов, золото сейчас котируется на максимум за последние 7 лет. И я абсолютно уверен, друзья, в том, что золото уже в совершенно новом тренде, восходящем. Этот тренд будет со временем только усиливаться. Да, будут какие-то паузы, будут локальные откаты, но это восходящий тренд, который приведет котировки, возможно, к уровням даже 2011 и 2012 годов. Соответственно, ближайшая цель по золоту у нас довольно скромная. Мы ориентируемся на цель 1600 долларов за тройскую унцию. Ну, скромная, конечно же, в кавычках, наверное, скромная по меркам последних движений. Хотя обычно для золота, чтобы оно прошло около 40 долларов, ему требуется очень много времени. Но сейчас нетривиальный фон, друзья. Поэтому в случае роста, эскалации напряженности в отношениях и, не дай бог, конечно же, в случае, если США и Иран перейдут к открытому военному столкновению, спрос на защиту отправит котировки золота выше 1600 за очень короткий промежуток времени. Вернемся к тому, в чем сейчас основная проблематика. Напомню, друзья, то, что неделю назад США совершили ракетный удар по аэропорту Багдада, в результате которого был убит генерал Сулеймани. Его называют вторым человеком в Иране. После этого верховный лидер пригрозил США жесткими ответными мерами. Трамп, в свою очередь, в свойственной ему манере выступил с заявлением, предупредив, что Ирану стоит быть куда более предусмотрительным в плане действий и шагов. И изначально нужно понимать, что если ответные меры последуют, то США могут организовать в считанные секунды, минуты атаку на более чем 50 культурных центров Ирана. Серьезные угрозы – это угрозы, которые обычно, если мы вспомним историю, закладываются в основу действительно потенциально настоящего военного конфликта. Очень надеюсь, друзья, то, что до него дело не дойдет. Но мы сейчас не можем, опять же, выдохнуть и сказать, что ситуация, скажем, пика напряженности миновал. Этот пик напряженности сохраняется. Шаги, меры дальнейшие могут последовать в любой момент. Поэтому нужно быть крайне бдительными к тому, что происходит на финансовых рынках. И даже несмотря на ту коррекцию, которая развилась в отношении защитных инструментов за последние торговые сутки, я, друзья, по-прежнему призываю вас присматриваться к длинным позициям по франку, по йене, по золоту и американским облигациям. Потому что считаю, что вот эта когорта категории инструментов имеет очень хороший потенциал для роста. Фон изменится, мы тоже изменим своим предпочтением в отношении риска и перейтируемся на непосредственно рисковые активы с защитных. Но он пока не меняется. Поэтому резюмируем все, что было сказано в отношении рынка нефти. 68,15 сейчас котировки. Мы коснулись 70 долларов за баррель. Это максимум с мая 2019 года. Поскольку речь идет о Ближнем Востоке и потенциальных рисках для перебоя поставок, это, конечно же, фактор поддержки для черного золота. Также я отмечал, что помимо этого есть еще немного второсортный сейчас фундамент. Он связан с ожиданием 15 января подписания первой фазы торгового соглашения между США и Китаем. Это тоже потенциальное благо для темпов мирового экономического роста и для будущего спроса на угли и водороды. Ну и также мы ждем, друзья, данные по запасам нефти США. Почему сейчас важно на эту статистику обращать внимание? Потому что какие-то экстремумы по статистике мы наблюдаем в последние недели. И они явно располагают к тому, чтобы нефть покупать. Потому что запасы сокращаются темпами, которые мы наблюдали уже несколько, по-моему, месяцев. Последний раз такое было в начале 2019 года. То есть за прошлую неделю запасы снизились больше, чем на 10 миллионов баррелей. По другим финансовым инструментам доллар-иена 108.47 здесь идет восходящий импульс, откат от минимумов, которые были зафиксированы ранее. Поскольку вчера рынок ждал каких-то дополнительных ходов и действий со стороны Ирана, но они не последовали, участникам рынка пришлось сфокусироваться на макроэкономических отчетах локальных. Вот в отношении США это индекс активности в сфере услуга по версии маркет 52.8 с 52.2, то есть небольшой рост, но все-таки рост. И индекс находится выше 50. Это позволило участникам рынка снова навалиться на доллар с позицией перспектив монетарной политики и сохранения неизменной политики Федрезерва в достаточно продолжительный период времени. Но опять же, повторюсь то, что я уже сказал в начале этого брифинга. Пока у нас сохраняется на повестке такой катализатор новостной, самая настоящая фундаментальная бомба, как потенциальная война между Ираном и США, не стоит отказываться от спроса на защиту. В любой момент инициатива может снова оказаться на стороне покупателей иены, поэтому доллар-иена в целом пойдет вниз. По золоту мы уже сказали, 1561 сейчас котировки, цель 1600. Я планирую добраться до нее буквально в ближайшие дни. Если сделан акцент уже на защиту, повторюсь, друзья, то, что можно посмотреть еще на другие активы, например, с связки с франком. Евросвиси выглядит очень интересно. Сейчас котировки 1.08.43. Я вижу потенциал хода до отметки 1.07. Опять же, на рисках того, что евро будут поджимать из-за перспектив еще большего смягчения монетарной политики. Ну и франк будет, разумеется, выигрывать от факта повышенного спроса на защиту. Евро против доллара. 1.11.89 для тех, друзья, из вас, кто не продавал пару, там с уровня 1.12, считайте, что есть такая возможность. Сейчас можем до этого сопротивления снова добраться. Рекомендую присмотреться все-таки к продажам. Вчера евро выигрывало на фоне действительно выхода хороших макроэкономических данных. Целая порция отчетов, сразу столько позитива макроэкономического мы не видели очень давно, потому что индекс активности в сфере услуг Германии на неплохом уровне выше 50, то есть, в принципе, восстанавливается. По еврозоне тоже сфера услуг довольно неплохо себя показала. Ройничные продажи в Германии, рост в годовом выражении до 2,8%, с 0,8%. И индекс уверенности инвесторов Centix также на довольно неплохом уровне. Это немного разгрузило рыночные страхи и страхи инвесторов относительно того, что ухудшение экономической конъюнктуры в еврозоне будет стимулировать ЕЦБ предпринимать новые шаги после снижения ставки и перезапуска в больших объемах программы количественного смягчения. Но к этим рискам, я думаю, что мы все равно еще вернемся, потому что в отношении еврозоны, конечно же, куда более определяющим является сектор производственный, где все по-прежнему очень плохо и в красных тонах. Немного разгрузили эти риски, выдохнули покупатели, на короткий срок перехватили инициативу, потащили евро снова к отметке 1,12. Но победа все-таки будет на стороне продавцов, я в этом не сомневаюсь, поэтому ничуть не переживаю то, что евро локально восстановился. Фунт против доллара 1.31.67. Вы здесь, друзья, длинные позиции. Я жду пару выше уровня 1.33. Вчера вышел отчет по индексу А в сфере услуха. Англии хороший релиз. 50 со 49.50 это уже, считайте, зона, которая не позволяет говорить о том, что сектор находится в спаде. А в сфере услух это один из основных вкладчиков темпа экономического роста развитой английской экономики. По повестке следующих важных событий сегодня в парламенте Англии впервые после каникул пройдут дебаты по ряду поправок к законодательству, в том числе будут обсуждать вопросы, связанные с продлением переходного срока. И в среду Борис Джонсон, премьер-министр Англии, встретится с главой Еврокомиссии, также будут обсуждать вопросы будущего торгового соглашения. Поскольку для рынка, для трейдеров, которые следят за фунтом и за тем, как развиваются события вокруг Брэкзита, это, скажем, самый мощный фундамент, который только вообще можно найти. То есть потенциальные подробности по тому, как дальше будут развиваться отношения с Европейским Союзом, мы настраиваемся на очень волатильную неделю для британца. И фунт, в принципе, уже активно ходит. Я приоритет держу за длинными позициями. И еще отмечу австралиец. Друзья, продолжайте снижаться. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.